Сегодня у нас 636 выпуск открытой политики и обзор событий за минувшую неделю. А минувшая неделя изобиловала, конечно, событиями грандиозными, а иной раз даже и планетарными. Одна только победа Дональда Трампа на американских выборах, чего стоит, но об этом чуть позже. Нам здесь, на башкирской земле, конечно же, интереснее поговорить о не случившейся отставке ради Хабирова. Вообще провожать на выход главу региона, это уже превратилось в некий башкирский национальный спорт. Вспомните, сколько раз мы прощались с Муртазой Рахимовым, а потом много раз прощались с Рустемом Хамитовым. Да, собственно, и с Хабировым уже попробовали пару раз попрощаться. Но все это была какая-то такая немножко нелепая тренировка, а вот в этот раз, конечно, случилось. И случилось так, что сошлись воедино все звезды, все признаки, всякие намеки и так далее. Ну и очень многим показалось, что это действительно отставка Хабирова. Собственно, я здесь тоже не исключение. В какой-то момент я тоже поверил в это знаменательное событие. Посудите сами. Вот уже два месяца продолжается так называемый правительственный кризис в республике. Состав правительства Хабиров не может утвердить в Москве. Бесконечно ездит в Москву, пытается что-то сделать, и ничего у него не получается. И вот он опять на этой неделе в Москве, и его, казалось бы, внезапно награждают орденом. Причем здесь очень примечательные детали. Орден за заслуги перед Отечеством всего лишь четвертой степени, самой младшей. Вручает его не Путин, а Кириенко. Ну, это как бы вот, если бы вдруг орден вручили в отделе кадров, а не на сцене, там, при стечении народа под гимн и барабаны. То есть, как-то все это выглядело очень уж сомнительно. Тем более, что в России есть такая традиция, перед увольнением, если чиновника не собираются посадить, а куда-нибудь переместить, его обычно награждают. Ну, очень похоже, согласитесь. Одновременно с этим телеграм-каналом, и даже некоторые башкирские СМИ с пониженной социальной ответственностью, выстреливают слухами о том, что, значит, уже на должность главы администрации в Башкирии согласован выходец из Роснефти. Тут же появляются какие-то статейки про Тимир Балата Каримова, ну и так далее, и так далее. Ну, само собой и абсолютно закономерно, что врубается непобедимая логика, когда желаемое начинает преобладать над действительным. Вдруг очень многим показалось, что Кремль наконец-то прозрел и железной рукой удалил с этой шахматной доски ради Хабирова. Собственно, главное здесь не то, что Кремль в очередной раз нас всех разочаровал, главное то, как многочисленны оказались те, кто ликовал от вот этой мнимой отставки Хабирова. А еще более удивительно, это социальный состав вот этих вот ликующих. К моему великому удивлению, в числе тех, кто преждевременно обрадовался отставке Хабирова, были не просто его застарелые враги и противники, но и чиновники самых разных мастей, в том числе достаточно высоко поставленные, и бюджетники, и коммерсанты самого разного разлива. То есть, ну, это говорит о том, что очень многие социальные группы и страты в Республике Башкортостан просто ждут, не дождутся отставки этого самого Хабирова. В итоге, надо отметить, что Кремль, например, теперь точно знает, как сделать приятное 82% населения Республики Башкортостан достаточно, например, отправить в отставку того же самого Радия Хабирова. Однако давайте все-таки вернемся в реальный мир, как бы это ни было бы неприятно, и оценим, что у нас в сухом остатке после всей вот этой вот истерики. Первое, и, увы, самое значимое, это то, что Хабиров остается главой Республики, по крайней мере, на ближайшее время. Второе. Вероятнее всего, в Башкирии теперь у нас будет другой премьер-министр. Кто это будет, мы пока точно не знаем. Даже есть такая возможность, что на какое-то время ради Хабиров опять заместит собой должность премьер-министра правительства, как это было в 2018-2019 годах. Ну и третье, на мой взгляд, самое удивительное. Хабирову таки удалось переломить сопротивление Сергея Кириенко, и с большой долей вероятности уже в ближайший понедельник мы узнаем, что Максим Забелин передает свое кресло Азату Барданову. Да-да. Судя по всему и по моей информации, действительно, Хабирову удалось таки убедить Сергея Владимировича Кириенко, и что Азат Барданов – это кандидатура, приемлемая для поста руководителя администрации Республики Башкортостан. Но, учитывая всю туманность ситуации, не станем торопиться. Давайте дождемся все-таки понедельника, послушаем оперативку и узнаем, какие из моих прогнозов окажутся реальными, а какие плодами ошибочной логики. В любом случае, впереди у нас очень необычный, очень турбулентный период, который, как мне кажется, будет сопровождаться яркими и даже противоречивыми изменениями в политической жизни Башкортостана. То есть мы, как говорится, скучно не будем жить. Не думаю, что мы будем жить очень уж сытно и вольготно, но точно не будем жить скучно. В современной запутанной и многополярной ситуации оставаться объективным и беспристрастным чрезвычайно непросто. Но сделать это нашему каналу помогаете вы, наши подписчики. Получая вашу материальную поддержку, мы сохраняем независимость и стараемся быть объективными. Помогать нашему каналу просто, безопасно и очень нужно. Ну, хотя бы через Сберкарту, которую вы сейчас видите на экране. Орден за заслуги перед Отечеством 4 степени вручают Радио Хабирова непосредственно за небывалый уровень коррупции в регионе. Ну, лично я, конечно, надеюсь, что это не так. Нехорошо так думать про государственные награды. Однако, конечно, комбинация весьма противоречивая. Тут, значит, всех подряд сажают из его команды, а самого вызывают в Москву и подвешивают ему орденок. Согласитесь, очень нелогично. В частности, из криминальных новостей команды Хэ на прошедшей неделе наиболее ярким событием стали следственные действия в отношении руководства Башкирского парка «Патриот». Силовики предполагают, что действия руководства этого пафосного и очень знакового для Радио Хабирова учреждения могут иметь признаки финансовых правонарушений. Впрочем, на данный момент пока никто не арестован, только опрошен и допрошен, но и так, как говорится, пока. И если подозрения правоохранителей подтвердятся, то это будет очередной удар по Хабирову лично. Ибо Парк «Патриот» и руководство Парка «Патриот» все это личное детище самого Радио Хабирова. И мы помним, как Хабиров постоянно цитирует всевозможные указания насчет этого парка, как он вокруг него бегает, как он проводит там всякие мероприятия. И, безусловно, конечно же, руководство Парка «Патриот» это протеже самого Радио Хабирова. А для особых поклонников есть бонусы и приятные плюшки в виде раннего доступа к нашим выпускам и эксклюзивные ролики на платформе «Бусти». Там вы можете подписаться на регулярную помощь нашему каналу, ну и получать эти плюшки. Я уже упоминал о том, что как-то очень уж странно башкирские власти комментировали масштабную железнодорожную катастрофу на перегоне Дема и Глино. Напомню, тогда аж 22 вагона с углем внезапно сошли с рельсов. И у меня складывалось ощущение, что исполняющая обязанности министра транспорта и дорожного строительства мадам Минакова как-то недоговаривает, когда она упоминает об этой катастрофе. И я оказался прав. На минувшей неделе стало известно, что вот это крушение поезда и опрокидывание 22 вагонов с углем – это было не что иное, как диверсия. Железнодорожные пути были заминированы диверсантом, а впоследствии подорваны и состав ушел под откос. По сообщению правоохранительных органов на этой неделе стало известно, что диверсант или, по крайней мере, подозреваемый в этой диверсии уже задержан, выдворен в камеру и арестован вплоть до окончания следствия. Тут напрашивается такой нехороший вывод, что светские власти Башкирии как-то очень неохотно говорят о подобных событиях, и не только потому, что все это окутано тайной следствия и всякими там военными тайнами. Тут, по-моему, есть некий мотив нежелания упоминать о том, что вот подобные вещи могут происходить в нашем регионе. А это очень неправильно. Я считаю, что вот этим вот светским властям пора бы научиться доносить достоверную информацию до населения, ну, хотя бы для того, чтобы не распространились какие-то абсолютно апокалиптические слухи, вранье и всевозможная дезинформация. Говорить правду всегда важно, полезно и приятно. Случилось на прошлой неделе еще одно рельсовое происшествие. Менее масштабное, чем крушение 22 вагонов, но от этого не менее знаковое. 6 ноября вечером во время снегопада столетия на ровном месте сошел с рельсов и сломался пополам знаменитый трофейный трамвай из Москвы. Случилось это на улице Аксакова, и происшествие попало в объектив камеры нашей команды. Очевидно, что мнения экспертов о непригодности и даже аварийности трамвайных путей в Уфе оказались верными. Ну, как, собственно, многое, что делается в так называемом Техасе Хабирово, получение вот этих вот бэушных трамваев из Москвы и истошные вопли о том, как это здорово, полезно и эффективно оказались всего лишь очередным пиар-ходом, а вовсе не решением транспортной проблемы. Ну, хорошо, хоть без диверсантов в этот раз обошлись. События из текшей недели наглядно показали нам, как важно быть подписанным на оперативные источники информации. Потому подпишитесь и вы на канал «Открытая политика», не только на Ютьюбе, но и в Телеграме, и в Дзене, и во Вконтакте, и везде-везде. Мы есть, правда, везде. Не забудьте поставить лайк нашему видео, если оно вам было полезно или понравилось, а еще напишите обязательно комментарий, что вы думаете вообще о том, что происходит вокруг, в мире и в республике. Совершенно возмутительная, на мой взгляд, история разворачивается на прославленном Уфимском моторостроительном производственном объединении. И речь идет о массовом заболевании сотрудников оборонного предприятия после посещения предприятия общественного питания, расположенного в контуре УМПО. Завод, как известно, закрытый, оборонный, и обы кого, естественно, не допустят драгоценные кадры кормить. Но Ростех обы кого и не допустил. Допустил свою родную компанию. Накормили. В итоге, на данный момент 14 человек находятся в больницах в различной степени тяжести, и еще неизвестно, сколько сотрудников УМПО отделалось, как говорится, не очень аппетитными симптомами. А уж то, что просачивается в прессу в виде комментариев о том, как и чем кормят работников и сотрудников УМПО на территории предприятия, вот эти комментарии вообще, конечно, вызывают не просто возмущение, а вполне себе закономерные вопросы. Уж не диверсия ли это на самом деле? Потому что завод, конечно, можно взорвать при помощи каких-нибудь далеко летящих дронов, но это ведь, как говорится, хлопотно. А вот взять и отравить коллектив. Или вывести его на время из строя. Ну, я, конечно, фантазирую. Но, безусловно, тут, конечно, нужна очень мощная проверочная акция. Надо выяснить, кто чем, зачем и почему кормит рабочих УМПО. Тем более, что, как нам известно из открытых источников, по крайней мере, так нам рассказывают власти, что зарплаты на этом прославленном предприятии огромные. Сотрудники могут себе позволить качественное и вкусное питание. И совершенно непонятно, почему же их кормят вот тем самым, о чем они рассказывают. Там такие страшные истории про маргарин и прочие безобразия. Так что, в общем, конечно, как говорится, следствие покажет, но, на мой взгляд, это та самая вилка между раздолбайством и диверсией. Как уже стало известно, Дональд Трамп, без всяких сомнений, стал 47-м президентом Соединенных Штатов Америки. И, как ни странно, это нас тоже касается. Хотя бы потому, что от США, хотим мы этого или не хотим, очень многое зависит во всем мире. Соединенные Штаты Америки, могущественные державы, и отрицать это как минимум глупо. Ну, вдумайтесь сами. Первая экономика мира, 340 миллионов населения, контроль над мировой резервной валютой, да, собственно, и над золотым запасом большинства стран. Ну, если даже это вас не впечатляет, вот вам два примера поменьше. Бюджет одного только штата Техас равен бюджету Российской Федерации. А вот бюджет одного только штата Калифорния существенно больше, чем бюджет Российской Федерации. Ну, впрочем, про бюджет вам больше расскажет Рустем Шаяхметов. У нас на канале вышел выпуск про башкирский бюджет. Не пропустите его, обязательно посмотрите. Впрочем, мы немного отвлеклись, и вернемся к Дональду Трампу. В телеграм-канале «Открытая политика» мы провели опрос о том, как и чего ожидают или не ожидают наши подписчики от Дональда Трампа в контексте разрешения российско-украинского противостояния. Опрос дал удивительные, на мой взгляд, результаты. Оказывается, наша аудитория весьма разнообразно видит роль самого могущественного политика планеты в этом вопросе. 24% опрошенных полагают, что Трамп вынудит стороны конфликта зафиксировать ситуацию так, как она есть сейчас, прекратить огонь и остановиться на достигнутом. Ну, то есть некий северокорейский вариант. 9% наших подписчиков уверены, что Трамп принудит Украину к капитуляции. Примерно столько же. 8% считают, что безбашенный Дональд заставит Россию отойти к границам 1991 года. Даже я в это не верю. 38% самая большая группа голосовавших и вовсе полагает, что президент Соединенных Штатов Америки не станет вмешиваться в историю между Россией и Украиной. Полагаю, что они уже ошиблись, потому что на момент, когда мы записываем это видео, Дональд Трамп уже начал вмешиваться в эту историю. Ну и оставшиеся 21% и вовсе наивно полагают, что у Соединенных Штатов Америки и их президента на данный момент недостаточно ресурсов, чтобы хоть сколько-нибудь ощутимо вмешаться в конфликт России и Украины. Какие, собственно, можно сделать выводы из результатов этого вопроса? Ну, в первую очередь, очень печальный вывод, на мой взгляд. Вывод о том, что 59% опрошенных даже отдаленно не понимают, что такое Соединенные Штаты Америки и чего можно ожидать от столь опасного и могущественного потенциального противника, как было принято говорить в советской армии. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok